Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня я готовлю снова много как никогда. Это вынужденная мера. Обычно мне чуть-чуть легче в течение дня, потому что ребята едят в садах, ребята едят в школе. И сегодня я начну с блюда, которое я готовлю для себя, потому что я вообще редко для себя что-то готовлю, потому что я предпочитаю простую еду, и если выбирать между прямо-таки едой термально необработанной, и тем, чтобы простоять несколько минут на кухне, я выберу первый вариант. Сегодня я буду готовить для себя винегрет. Я очень люблю винегрет. Я также очень люблю салат оливье. Я выпускала видео, где говорила, что если вам нравится готовить, и вы хорошо готовите, вы можете готовить для одной либо двух семей. Я бы, например, прибегала к таким услугам просто совершенно точно. Я бы хотела приглашать человека, который бы из моих уже продуктов, как в данном случае свекла, она куплена в магазине. Кстати, в Италии свекла запекается. Хозяйки, возьмите на заметку, свекла не отваривается для, допустим, салата. Она запекается в духовке, в фольге, получается очень-очень красная, сочная, не теряет свой цвет. Так вот, я совершенно бы точно воспользовалась бы услугами человека, который бы для меня готовил пару раз в неделю из моих продуктов. Ну что ж, я режу лук, я режу свеклу, я режу маленькие огурцы, корнишоны, наверное, они называются по-русски. И для видео уберу, конечно же, отдельную часть вот этого. Хотя на самом деле я, когда готовлю для себя, для семи, я думаю, как и большинство из нас, мы не столь внимательны в том, что касается красивой нарезки и так далее. Повторюсь, это видео все-таки о повседневной готовке. Итак, у меня лук, у меня порезанная свекла, у меня порезанные огурцы. И я выкладываю кукурузу. Все это заливаю, поливаю, заправляю маслом. Я не очень люблю оливковое масло. А, кстати, вот пошли в ход желтки, потому что дети съели у меня накануне белок из сваренного яйца, а желтки оставили. Поэтому желтки я тоже бросаю. Винегрет, винегрет тем и прекрасен, что можно все-все-все-все, что есть туда положить. Я заправляю любимым своим маслом, это подсолнечное масло. Я не очень люблю оливковое масло, не понимаю шумихи и популярности оливкового масла, хотя оно, безусловно, полезно, как, в общем-то, и любое другое растительное масло. Заправляю. И тут я понимаю, кстати, что у меня не сварен картофель для моего винегрета, поэтому я отправляюсь варить картофель. Пока варится картофель, я дорежу еще свеклы, что называется, раз уже завелась с готовкой, пусть будет винегрет у меня на два дня. Едят ли дети мои винегрет? Нет, не едят, конечно же, из-за лука. Есть ли муж винегрет? Иногда ест, иногда не ест. Я, на самом деле, как, наверное, уже многие могли понять, хозяйка, которая готовит много, разнообразно. Кто что захочет, тот, в общем-то, и поест. Именно такая концепция у меня готовки, потому что, действительно, у троих детей есть разные предпочтения. Кто-то очень любит овощи, например, Егор, и совершенно не ест мясо. Это тоже про Егора. Кто-то ест поленту, а кто-то совершенно ее не переносит. А иногда все трое едят, допустим, поленту. Поэтому я дорезаю свеклу. И, кстати, дети старше ребенок, Егор, он потом поел винегрет. Я дорезаю свеклу и жду, когда приготовится мой картофель. Картофель готов, и, возможно, многие увидят его на камеру очень сыроватым. И могу сказать, что это мое личностное предпочтение. Я люблю запекать картофель, чтобы внутри он был твердым. То есть, я не люблю и разваренный картофель, если речь идет о том, чтобы сварить картофель. Ну, в общем-то, традиционно чищу картофель, нарезаю, и мой винегрет готов. Ну что ж, вот такую порцию сейчас я себе положу. Ну, именно такую порцию я и планировала съесть. Но, как всегда бывает, я съела в итоге всю тарелку. То есть, не осталось даже на ужин. Но, правда, я немного, совсем чуть-чуть поделилась со своим мужем и с Егором своим прекрасным вкусным винегретом. Хотя планировала съесть именно вот столько, но я думаю, многие меня поймут. Ну что ж, следующее блюдо, которое я готовлю, я готовлю для всей семьи, это курица. Традиционно я беру курицу, которая выращивается без антибиотиков. И она выращивается, что называется, на открытом пространстве. Это важно, потому что, ну, потому что кто разбирается в мясе, кто интересовался этим вопросом, знает, насколько это важно, чтобы животные содержались в той среде, в которой они привыкли природой, предусмотрено, чтобы они проводили свое время. И, соответственно, есть такое понятие, как аливамейн туалапер, то есть выращивание животных на открытом пространстве. Они имеют возможность двигаться, они имеют возможность бегать, если им это нужно. Есть также яйца, которые не бью, но, например, берутся из-под куриц, которые тоже выращиваются на открытом пространстве. На достаточно большом огне я обжариваю курицу. Этот секрет я когда-то узнала от своих друзей. У них есть ресторан. Это нужно делать с любым мясом, если мы хотим, чтобы сок из мяса потом не вытекал. Но я думаю, что многие мои зрители знают об этом. Насколько я поняла, многие действительно готовят гораздо лучше, чем я. И я обжариваю курицу вот таким образом со всех сторон, потому что потом я буду готовить ее под крышкой. И я думаю, любая хозяйка понимает, что если сразу готовить под крышкой, то курица скорее сварится, чем будет обжаренной. Но дети, конечно же, любят больше обжаренную курицу. Примерно 7 минут курица находится под крышкой. Потом я открываю и снова-снова переворачиваю. Уже видно более явно корочку. Можно добавить немного растительного масла, но если я не ошибаюсь, если я не забыла, да и, в общем-то, видно, что да, пригорает. Я не добавляла в этот раз растительное масло, потому что стараюсь по возможности все-таки готовить курицу без масла. Она и так достаточно жирная. Часто меня спрашивают, как я храню на кухне те или иные сыпучие продукты. Вот в таких колбах я храню. Что я сейчас сделаю? Я добавляю рис. И сейчас я добавлю также в этот момент растительного масла. Я не добавляю сразу воду. Закрываю снова крышкой. Кстати, да, вот мои яблоки, которые испеклись в прошлый раз, которые у меня остались еще с прошлого, получается, со вчерашнего дня. Сейчас я ими перекушу, пока готовлю. Закрываю рис. Он таким образом выбирает в себя влагу. Он чуть-чуть поджаривается на растительном масле. И только потом я добавляю воды. Ну, примерно, наверное, через 4, возможно, 6 минут после того, как рис без воды в соке курицы, получается, под паром, постоял под закрытой крышкой. И все, начинаю готовить. Вот таким образом потом у меня получится мое готовое блюдо. Рис получается очень вкусным на детский вкус. Дети очень любят такой рис. Вечером я варю интегральную пасту своим детям. Это их ужин. И добавляю уже готовый соус из банки. Это био-соус, томатный соус с овощами. То есть, в общем-то, все достаточно просто. Очень быстрый ужин, который, я думаю, получают многие дети по всей планете. Дети очень любят такую пасту. Ну что ж, финальный свой рецепт я оставила напоследок. Это завтрак. Я много раз рассказывала, что бананы, которые темнеют, их очень хорошо использовать в тесто. И могу сказать, что если у вас будут прям такие бананы с коричневой кожурой, это еще лучше. Я бананы такие чищу с вечера и оставляю в тарелке, чтобы они еще больше потемнели. Тогда они будут очень мягкими. Их можно будет прямо-таки вилкой растолочь. Сегодня я использую грушу вместо яблока. Рецептура будет примерно такая же. Единственное, что я не буду запекать в духовке. Я буду запекать тоже на сковородке. Получится у меня такой быстрый большой блин. Потому что раньше я выпекала маленькие оладушки, подобные из такого же теста. Но теперь поняла, что это занимает у меня больше времени. Дети растут, им требуется больше объем еды. Поэтому я стала делать так, как сейчас вам покажу. Итак, я беру одну грушу, примерно один банан. У меня остается недоеденный детьми с вечера. Повторюсь, чищу, освобождаю его от шкурки. И оставляю, чтобы он прямо-таки за ночь хорошо потемнел. Чищу также немного моркови. Но морковь тяжело мне чистить. Я хотела одну почистить морковку. В итоге половину почистила, потому что как-то неудобно было ее чистить. Тем более перед камерой сделать это очень сложно. Вот такая фруктово-овощная масса в итоге у меня получается. Я добавляю туда немного корицы. Кстати, если вы добавите немного соли, будет еще вкуснее. В этот раз я соль не добавляю. Если честно, просто забыла. Все хорошо перемешиваю. Кстати, можно взять блендер для того, чтобы сделать прямо-таки пюре фруктово-овощное. Но я не люблю потом мыть блендер. Поэтому все перемешиваю очень хорошо, очень тщательно вилкой. Я не стала ускорять, чтобы вы увидели, что тесто получится тем вкуснее, тем нежнее. Чем лучше вы размешаете вилкой. Потому что даже грушу можно еще продавить. Выйдет сок. Вы сейчас увидите, какая масса у меня получится. Повторюсь, можно по вкусу добавить немного сахара. Но я не добавляю сахар. Можно, кстати, вообще не добавлять сахар. Но поскольку я готовлю для детей, и они любят, чтобы было послаще, я сейчас добавлю небольшое количество меда. Еще раз все тщательно перемешиваю. Добавляю самую обычную муку. В моем случае сегодня это будет мука 00, то есть пшеничная мука. Не использую рисовую муку, потому что и так дети мои очень осторожно относятся к моркови, когда я ее вот таким образом внедряю в тесто бисквита, либо в тесто оладий. И если я еще использую рисовую муку, то, в общем-то, я рискую тем, что мне придется доедать свою собственную готовку. Использую нежную муку и все тщательно перемешиваю. Единственное, что я добавляю ингредиенты на глаз. Это примерно стакан муки, может быть, чуть меньше. У меня в итоге сегодня получилось очень тугое тесто. И я решила взять малиновое варенье, которое у меня осталось. Вот буквально по стенкам банки его уже было невозможно разделить между тремя детьми. Я добавила туда небольшое количество воды. Очень хорошо ополоснула баночку и вылила в тесто. Тесто стало, соответственно, не таким плотным. И поэтому тесто у меня получилось в итоге розовое. Дальше все традиционно. Небольшое количество растительного масла. Выкладываю все это на сковородку. Да, это можно было бы запечь в духовке. Было бы, наверное, более полезно. Но зато, конечно же, более вкусно все это хорошенечко поджарить, что я и делаю. Единственное, что потом, когда я разложила, я поняла, что мне хочется добавить еще больше фруктов. И я потерла целое яблоко и выложила его, так как я бы могла выложить поверх пирога классической. Возможно, шарлотки многие мне написали. Я выложила потертое яблоко сверху. Яблок много не бывает, в особенности с корицей. Я решила потереть еще одно яблоко и тоже выложила его сверху. Сложность такой конструкции заключается в том, что потом необходимо перевернуть. Потому что я поняла, что закрыв этот блин крышкой, мои яблоки сварились. Я знала, что дети, скорее всего, откажутся есть такую вкуснятину. Поэтому мне пришлось перевернуть блин. Я это сделала при помощи большой тарелки. То есть сначала перевернула на тарелку и потом с тарелки снова положила на другую сторону поджариваться свой прекрасный блин. Хотя это можно сделать гораздо проще. Можно просто разрезать пополам ваше изделие кулинарное и перевернуть по частям. Вот таким образом все у меня получилось, когда я перевернула. И вот таким образом все это выглядело, когда уже поджарилось окончательно. И могу сказать, как человек, который любит очень простую еду. Например, кондитерские изделия, которые я вижу, когда езжу покупать, допустим, торт на день рождения своих детей, для меня слишком сладкие. Вот то, что у меня получилось, я съела с таким удовольствием, я вам даже передать не могу. Собираю остатки яблок, которые у меня остались на сковородке, потому что жарился мой прекрасный блин яблоками вниз. Выкладываю все это, чуть-чуть посыпаю корицей. Это было очень и очень вкусно. Дети съели это с удовольствием. Ну что ж, дорогие хозяйки, желаю всем легкой готовки, быстрой готовки, вкусных в итоге блюд на выходе. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Как вкусно пахнет. Вкусно пахнет? Что это я готовлю? Блины. Ты любишь блины? Да. Ты мне помогал? Нет, я не помогал. Не помогал. Следующий раз замешаешь мне тесто? Хорошо. Хорошо.